Эту Кэппи-бейсболку от Марко Кэппи я получила еще в феврале, когда он начинал свою предвыборную кампанию. Он пообещал тогда, что будет баллотироваться в один день с Дональдом Трампом 5 ноября и свое слово сдержал. Марко Кэппи стал официальным кандидатом на пост сенатора от 23-го дистрикта Нью-Йорка. Перемен давно требует наш Нью-Йорк. И Марко Кэппи один из тех молодых, амбициозных, целеустремленных патриотов-республиканцев, которые готовы драться за Нью-Йорк, чтобы вернуть большому яблоку, увы, утраченные престиж и достоинства. Я взяла у кандидата в сенаторы небольшое интервью, в котором Марко рассказал, почему он считает, что у Нью-Йорка все еще есть шанс, он в это свято верит, и что именно нужно сделать, чтобы такие важные и нужные перемены стали в Нью-Йорке возможны. Добрый день, Марко. Помните, мы встречались, когда вы только начинали предвыборную кампанию? Сейчас мы приближаемся к финалу, и 5 ноября состоится финальная битва. Ваше имя стоит в бюллетене рядом с именем Дональда Трампа. Вы готовы к битве? Я готов сражаться, 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 как сказал президент Трамп, и мы обязательно победим. Вы начали свою карьеру республиканца, работая стажером у мэра Руди Джулиани. Мне было около 17 лет, и в то время мэр Джулиани баллотировался в президенты. 17 лет? Да, 16-17. Джулиани баллотировался в президенты, и я присоединился к этой кампании. Я восхищался тем, что этот человек сделал для города и нашей страны, особенно после 9-11. Как он объединил американцев. В то время он был символом свободы. Хотелось бы, чтобы больше подростков пошли по вашим стопам. Вы знаете, мы видим, как все в Нью-Йорке приходит в упадок. Жить в городе становится все более опасно и все более дорого, чем когда-либо. Я верю, что мы очень многое можем изменить в Нью-Йорке. Все зависит от расстановки сил. В Сенате Штата сейчас у демократов супербольшинство. Если мы выиграем всего одно сенаторское место, супербольшинство демократов в Волбане закончится. И это изменит все. Верю ли я, что мы сможем победить? Безусловно. Два года назад мой друг Джо Тайрон баллотировался на это место и проиграл всего лишь около 800 голосов. Это был очень хороший результат. Но у него тогда не было такой поддержки, какая есть у меня. Нам удалось нарастить темп. Вот еще что. Президент Трамп, занимающий первое место в бюллетене, поможет нам тоже. Правильно ли я вас поняла, что нам нужно всего одно место в Сенате, чтобы изменить правила игры? Да, цена вопроса – одно сенаторское место. Если к 21 уже существующему сенатору-республиканцу добавится всего один голос, мой голос, демократическому супербольшинству в Сенате придет конец. Этот один голос коренным образом изменит ситуацию, не даст властям штата и города сделать Нью-Йорк второй Калифорнией, провести в жизнь радикальные повестки, взвинчивать налоги, потворствовать преступности и крышевать нелегалов за счет жителей Нью-Йорка. Сейчас демократы могут делать все, что они захотят, без одобрения республиканцев. Но как только мы выиграем это место, они уже больше этого делать не смогут. Им придется с нами считаться. И мы сможем остановить любые безумные законопроекты, которые они захотят принять. Хм, звучит оптимистично. А мы знаем вас как морского пехотинца. И мы знаем вас как офицера полиции. Но как политика большинство жителей Бруклина вас не знают. Мы Нью-Йоркцы, знаете ли, так устали от политиков, которые обещают, 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 а потом после выборов забывают о своих избирателях. Да, многие люди, услышав слово «политик», думают, что это кто-то, кто использует свою власть для собственного обогащения. Но я имел честь работать на великого сенатора Марти Голдена. Именно там я узнал, что можно сделать как политик, как можно изменить ситуацию к лучшему, сделать жизнь общества безопаснее, как помочь разным группам населения. Возьмем, к примеру, Брайтон Бич. На протяжении многих лет люди жалуются на дощатый настил. Дощатый настил – это просто катастрофа. Люди падают, спотыкаются. Все там сломано, грязно. Никто не убирает мусор. Грязь и дурные запахи везде. Жалуются не только жители Бруклина, но и туристы. От этого страдает и имидж Нью-Йорка. А способ, которым можно это исправить, очень прост. Это создание природоохранных зон. Если вы, к примеру, создадите такой заповедник в Бруклине или на Брайтон Бич, мы сможем выделять деньги вашей группе. Ее задача будет заключаться в том, чтобы просто заботиться об этом районе. Таким образом, эти люди будут непосредственно вовлечены в процесс, заинтересованы в нем. Деньги будут поступать в общину и для общины. Ну, это одна из идей. Вы баллотируете Сенат Нью-Йорка от 23 округа. Это огромный район, который включает в себя часть Статен-Айленда и Бруклина. В вашей предвыборной программе есть пункты. Жесткая борьба с преступностью, кризисом нелегальной эмиграции и прекращение статуса города-убежища. Как вы планируете это все осуществить? Я слышу. Это весь северный берег Статен-Айленда, восточный берег Статен-Айленда и южный Бруклин. От Сегейта, потом Кони-Айленд, Брайтон-Бич, Манхэттен-Бич и Шипсет-Бей. Что нужно сделать? Дать полицейским больше денег и больше прав. Потому что сейчас все наоборот. Когда вы арестовываете преступника, он оказывается на свободе еще до того, как его технически арестовали. Как это изменить? Все зависит, опять же, от того, получим ли мы это место в Сенате, чтобы диктовать наши условия. Нужно, чтобы преступник боялся полицейского, зная, что за его преступление он будет наказан. Если бюджет полиции будет увеличен и наши полицейские будут наделены полномочиями, которых у них сейчас, к сожалению, нет, приоритетом станет безопасность и преступность тогда сократится. А это, в свою очередь, даст возможность развиваться и спокойно работать нашим бизнесом. Потому что сейчас в Нью-Йорке грабят магазины, и преступники не наказываются. Страдают бизнесы, страдают люди, а у полицейских связаны руки. Это происходит из-за того, что во власти у нас сейчас такие политики, как мой оппонент. Вы говорите о нынешнем сенаторе? Да, о Джессике Спентон. Когда перед полицейским участком 122 в Стэйтен-Айленде состоялся митинг Антифа, они скандировали «дефант полис» и буквально издевались над полицейскими. Джессика приветствовала это и даже написала в Твиттере, что поддерживает этот протест. Уму непостижимо. Эти люди угрожали полицейским. Мы должны поддерживать не их, а представителей закона и порядка, чтобы они обеспечивали безопасность наших жителей. Вот именно это я и буду осуществлять. Нельзя не затронуть еще один болезненный вопрос. Нью-Йоркцы платят из своего кармана огромные деньги на нелегальных иммигрантов. Если быть точными, Нью-Йорк уже потратил 4,3 миллиарда на нелегальных иммигрантов. Будучи морским пехотинцем, я работал в шелтерах вместе с военно-морским ополчением. И я видел, кто там живет в этих шелтерах. Все они попали к нам нелегально. Это преступники, выпущенные из тюрем. Микарагуа, Сальвадора, Гондураса. Там они были заключенными. А в Америке они злоупотребляют нашей системой. И мы платим им наши деньги. Они живут в новых отелях с трехразовым питанием. У них есть бесплатные айфоны, бесплатные айпеды и бесплатный интернет на 4 года. А вот наши ветераны, которые сражались за эту страну, остаются бездонными и живут на улице. Это неприемлемо. У политиков никогда нет денег на ветеранов, на уборку улиц, на ремонт школ. Зато они почему-то всегда находятся на таких вот нелегальных мигрантов. А мэр Адамс хочет предоставить им еще 14 тысяч гостиничных номеров. Как можно это остановить? Только проголосовав 5 ноября за республиканцев. Чем больше республиканцев в Нью-Йорке сейчас победит, тем выше наши шансы разрешить кризис нелегальной иммиграции в Нью-Йорке. Они не граждане США. В первую очередь мы должны избавиться от нелегалов-преступников, а переписав бюджеты, перенаправить освободившиеся деньги нашим сообществам. Например, пожилым людям увеличить их пособия. Нашим школам, некоммерческим организациям. Вот куда должны идти деньги. Кризис нелегальной иммиграции должен быть остановлен. Если большинство жителей North Shore State Island, East Shore State Island, Seagate, Coney Island, Brighton Beach, Shipshead Bay, Manhattan Beach проголосуют за меня, и я получу это место, Мы сможем убрать нелегалов, перераспределить средства на нужды жителей Нью-Йорка. Вместо того, чтобы платить им, мы будем помогать всем жителям Большого Яблока, легальным иммигрантам. Мы коснулись вашей работы в Сенате. Давайте теперь поговорим непосредственно о работе с населением. Сколько офисов у вас будет на Стэтен-Айленде и в Бруклине, куда люди могли бы прийти и получить помощь? Как вы будете строить эту часть работы? Округ будет включать три офиса. Один на Стэтен-Айленде, один в Бруклине, и третий офис законодательный, который находится в Албани. Мы будем помогать в иммиграционных вопросах, подаче заявлений на получение пособий, бенефитов, талонов на питание, жилищных вопросах. И у нас очень многоязычное население. Поэтому, например, в Бруклине, где у нас много русскоязычных избирателей, в офисе будет работать русскоязычный сотрудник. Там, где проживают китайцы, грузины, албанцы, будут работать люди, персонал, владеющий языками жителей района, который мы обслуживаем. И что вы скажете тем людям, которые все еще не решили, стоит ли им голосовать за вас? Что вы можете им пообещать, чего не смогла им дать предыдущий сенатор? Сенатор Спентон из демократического большинства. И она всегда голосует за повестки своей Демпартии. Каждый раз, когда у нее появлялся шанс защитить интересы жителей Стэттен-Айленда и Бруклина, она боялась голосовать против своей партии или идти против решений губернатора. Я, морской пехотинец США, я не боюсь бороться за то, во что верю. И как республиканец, идущий в Сенат штата, хочу заверить, что моя победа даст мне возможность отстаивать интересы нью-йоркцев и противостоять тем жутким планам, которые, поверьте мне, уже выдвигают губернатор штата Кэти Хоку. Без одобрения Сената губернатору не удастся единолично сделать законами те ужасные вещи, которые она хочет притворить в жизнь. Они нужны ей лично, но абсолютно не нужны нам, жителям Нью-Йорка. В заключение я хочу поблагодарить русско-американскую общину и все общины нашего южного Бруклина и Стэттен-Айленда. И я очень надеюсь на вашу поддержку. Я не собираюсь сдаваться. А это значит... Fight, fight, fight. Хотите участвовать в борьбе за свободу слова и гражданские права? Давайте строить информационный канал 2Kets Video Production вместе. Мы не надеемся на монетизацию от захваченных социал-демократами платформ и боремся против монополии на информацию. Поддержите котов через зелье, PayPal, CashUp. Подпишитесь на Patreon, X и TrueSocial. Субтитры создавал DimaTorzok